А вот кому в Independence Day не довелось отдохнуть, так это госчиновникам, военным и дипломатам. Первых срочно вызвали в Белый дом и Пентагон. Госдепартамент стал экстренно готовить заседание Совета Безопасности ООН. Что так взволновало Америку, узнаем от Дмитрия Анопченко. В штаб-квартире ООН первый после выходных день, напряженный и нервный. Штаты потребовали немедленно созвать совбез. Заседание пройдет в закрытом режиме. Сегодня в 3 часа дня по Вашингтону, это 10 вечера по Киеву. И такая поспешность вполне понятна. Накануне КНДР впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности. Тихоокеанское командование США утверждает, прежде ни одна северокорейская ракета не преодолевала такое расстояние. А это уже представляет угрозу для Аляски. В своем заявлении госсекретарь Тиллиштан использует слова «глобальная угроза», ответом на которую, по его словам, должны стать и глобальные действия. Американские военные уже готовятся отправить в этот район дополнительные подразделения. Ну а Совет Безопасности ООН сегодня как раз и рассмотрит новые санкции против Северной Кореи. Air Force One, борт номер один, сегодня в 8 утра вылетел в Варшаву. Дональд Трамп в сопровождении ближайших советников, генерала Макмастера, министров торговли и финансов, зятя Джареда Кушнера и супруги Мелании отправился с визитом в Польшу. Дорога долгая и официальные встречи будут уже только завтра. Рассчитывают, что в Варшаве Трамп представит ни много ни мало стратегию США для Европы. Ответ, почему именно Польша, очевиден. Именно в этой стране Дональда Трампа ждет гарантированно теплый прием. А ему очень важно продемонстрировать это и миру, и самой Америке. А вот в Германии не столько Трампа, сколько участников 20-ки, понятно, встретят протестами. С другой стороны, Польша отличный рынок для американского сжиженного газа. И не стоит забывать, Трамп не только политик, он еще и бизнесмен. И в ходе этой поездки, что в Варшаве, что в Гамбурге, он будет продвигать энергетический проект Америки. После встречи с лидерами Трехморья, первыми лицами десятки стран Центральной Европы, Балтии и Балкан, из Польши Трамп и вылетит в Гамбург на сами 20-ки. Где и состоятся переговоры, которые дадут, что прессе, что политологам, так много поводов для публикации прогнозов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.